Еще вопросы? У меня еще есть несколько минут. Сейчас, извините, я сразу отвечу. Тепловыделение SSD. Значит, менее 1 ватта при полной загрузке. Значит, у жестких дисков эта цифра может достигать до 15 ватт. Точная цифра 750 милливатт у Intel. Оправданность применения SSD диска в качестве системного не изучалась? Оправданность использования. Наверняка вы знаете, что на сегодняшний день достаточно много мобильных, с моей точки зрения, платформ оснащаются твердотельным диском. И он является там системным. Я имел в виду, в цифрах измерений никаких не было. Есть, операционная система загружается. Я не помню точную цифру, но вот Windows 7 загружается практически вот так. Еще вопросы? И в заключении, естественно, я хотел бы отметить, за счет чего нам удается такие решения выводить на рынок. Понятно, что это тесное сотрудничество с компанией Microsoft. То, что я сегодня рассказывал, все прелести, например, Turbo Boost. Технология Turbo Boost не была бы возможной, и вы бы ее не ощутили, и мы бы ее не смогли вам проиллюстрировать, если бы операционные системы Microsoft не были OSPM совместимы, не поддерживали стандарты CPI. Предположим, Hyper-V не был такой производительный на платформе Intel, на сегодняшней платформе Intel, благодаря, скажем, технологии, расширенным страницам перевода адресов, EPT, либо Virtual Processor Identification. То есть новые технологии, которые, скажем, не являются виртуализацией, но они помогают виртуальным машинам, точнее, менеджерам виртуальных машин, либо гипервизорам быстрее осуществлять, например, контекстное переключение. Другими словами, любая наша технология, которую мы придумаем, естественно, она не была бы возможной, если бы не было нашего сотрудничества с компанией Microsoft довольно тесного. И вчера, я напоследок хотел оставить этот факт интересный по поводу поддержки Trim, что вчера Intel анонсировал прошивку датвертотельных дисков, которые используют на Windows 7 функцию Trim, для того, чтобы увеличить пропускную способность жесткого диска, потому что, опять-таки, есть специфика определенная. Она есть, была, наверняка вы помните, что первые жесткие диски требовали парковку уголовки программную и так далее. Поэтому все это учитывается со стороны производителя, в том числе и компании Microsoft. И, естественно, такая поддержка не была бы возможной без того, чтобы эта технология присутствовала, уже присутствовала в среде Microsoft на новой платформе. Ну и, наверное, самая лучшая реклама, я надеюсь, для компании Microsoft. Компания Intel переводит весь парк своих персональных компьютеров на Windows 7. Вы знаете, сейчас пилот, имеется в виду, что первые идут желающие. Вот я не желал по одной простой причине, я в офисе редко появляюсь, поэтому у меня нет доступа, как бы такого, чтобы это все дело себе залить. Но я бы с удовольствием это сделал, потому что мой первый опыт с Windows 7 очень позитивный. Самый позитивный момент, который мне очень понравился, я сразу отметил это для себя, когда я устанавливал Windows 7 на новую платформу, я не доливал ни одного драйвера нового. То есть имелось в виду, что все шло в комплекте. Все есть на дистрибутиве. Звук, видео, что угодно, там, RAID, не RAID, это имеется в виду настольная платформа. Все, благодарю вас за внимание. Да, и вопрос, да? У меня вопросик, да. Ведете ли вы сотрудничество с другими компаниями, кроме Microsoft, ну, например, в частности, в MWare, по реализации и виртуализации. То есть технологии, ну, ведете ли вы сотрудничество? То есть знает ли, кроме Microsoft, ваши технологии, как бы другие компании? Провокационный вопрос. На мероприятии компании Microsoft я не буду долго об этом говорить. Если вас интересует, я вот буквально выйду, и вы мне сможете задать вопрос, я на него постараюсь ответить. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.